Нужно средства для мытья пола, раковины, стекол. Обычно поход в магазин бытовой химии сильно ударяет по карману. Но сегодня наша миссия сделать это выгодно. Поможет нам руководитель клининговой компании Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами сейчас устроим эксперимент. У каждого по корзинке. Отправимся за покупками, а потом на кассе сравним чеки. Узнаем, где можно было сэкономить. Предупреждаю, я еще тот шопоголик. Давайте, поехали. Мы с Сергеем договорились выбрать средства для уборки дома на месяц. Ого, я свою корзину еле несу. У вас там три баночки лежат. Кажется, вы много взяли лишнего. Ну, разберемся. Давайте сначала на кассу. Товаров в моей корзине гораздо больше. За средства для уборки квартиры мне придется заплатить 2217 рублей. А вот Сергею покупка бытовой химии обойдется всего в 477 рублей. У нас получилась разница по чеку 1740. Рассказывайте скорее, что я сделала не так. Смотрите, если наша цель сэкономить на бытовой химии, тогда мы выбираем универсальные средства большой дозировки. К примеру, средства для стекол, им можно мыть натяжные потолки и убирать пальцы с фасадов. Средства для мойки кухни, антижир, им можно мыть всю кухню, включая бытовую технику внутри и снаружи. У вас выбрано много средств, и вы подбирали каждое средство индивидуально под каждую поверхность. Этого делать в бытовой химии нет необходимости, потому что средство само по себе идет низкой концентрации. Также это средство можно добавлять в воду и убирать с пола улично-бытовые загрязнения. Но обязательно нужно снимать водой. Можно мыть пол, например, средством для посуды, капнуть там капельку и все. Да, такое можно, средством для посуды мыть пол. Но обязательно нужно чередовать. То есть один день моете со средством, другой с водой. Но я бы порекомендовал все-таки белизну. Этим средством можно полностью мыть в ванную комнату. Это плитка, сантехника, санузел, ванная. Но важно правильно разбавлять с водой и выбирать гелеобразную форму. Что касается губок, Виктория, вы большая молодец. Тут нельзя экономить. В губках со временем образуются микробы. Их нужно раз в месяц-два менять. И после каждого использования тщательно споласкивать. Тогда почему я взяла большой рулон дряпочек, а у вас три штучки всего по такому принципу? Смотрите. Более экономично использовать многоразовые салфетки из микрофибры. И когда выбираете, берите более плотные. Они лучше впитывают в себя грязь и собирают воду. Используя эти советы, вы легко можете закупить средства для уборки квартиры. Минимум на месяц потратив всего 500 рублей. Главное, при покупке универсальных средств обязательно обращайте внимание на инструкцию.